Церковные и светские интересы пересеклись и в Иванове. Церковь Вознесения начали строить на вокзальной площади 10 лет назад. Землю вокруг святыни передали епархии в безвозмездное срочное пользование, но не целиком. Остался клочок территории общего пользования за церковью. Здесь-то епархия и запланировала построить дом Причта, но этого нельзя сделать без учета мнения ивановцев. В четверг в городской администрации состоялись публичные слушания по планировке территории вокзальной площади. То, что обсуждение будет непростым, стало понятно еще до его начала. Публика разделилась на два лагеря и даже по внешнему виду собравшихся можно было понять, кто против строительства, а кто за. В рамках рассматривания территории мы предлагаем изменить территории объектов религиозного назначения и территории объектов рекреационного назначения. Также в проекте межевания мы предложили варианты по перераспределению земельных участков для организации строительства дома Причта. Дом Причта, о котором идет речь, запланирован площадью 1292 квадратных метра. Предполагается, что это будет жилое здание в комплексе храма, предназначенное преимущественно для постоянного проживания священнослужителей. Кроме того, там планируют разместить актовый зал, трапезную, церковную лавку и даже воскресную школу. А еще в планах есть благоустройство прилегающей территории. В отношении благоустройства, вот эта вся территория, то есть храм для народа, соответственно, он будет открыт, как правило, эти ворота будут открыты сначала с луны с 6 утра и до 8 вечера. Он, конечно, будет благоустроен. Здесь будут посажены деревья и будут разбиты газоны. Но благоустройство здесь было запланировано и без участия церкви. Существует проект благоустройства, который подготовила КБ «Стрелка» в вокзальной площади, который будет реализовываться в ближайшие годы. Соответственно, там кардинально меняется схема организации дорожного движения, изменяются территории, вернее, изменяется проезжая часть кардинально, изменяются озелененные территории. Вы учитывали как-то это? Или это вообще, этот проект благоустройства вообще не касается вашей работы? На данный момент это предпроектное предложение КБ «Стрелка». В утвержденном виде его нет. Пока мы не знаем год, когда мы будем реализовывать этот проект. Поэтому полностью подставить эти два документа на сегодняшний день невозможно. Мы заложили здесь возможность реализации той идеи, которая прежде всего близка к главе Владимиру Николаевичу Ширыпову в плане организации именно сквера при выходе из вокзала. Для этого в проект планировки отражена зона, где предлагается организовать сквер. Именно вопрос о назначении будущей постройки и о проживании там священнослужителей встал особенно остро у противников строительства. Ведь судьбу территории в первую очередь должны решать ее жители. Но пока на площади жилых домов нет. А после постройки это будут именно священнослужители. Значит, они-то будут уже полноценными участниками будущих слушаний. И они, именно они будут определять все вопросы от имени общественности относительно того, как будет развиваться площадь. Дальше эту всю территорию они относят к себе, объявляют монастырем. Затем забирают железнодорожный вокзал для проживания. Вот видите, как они хорошо хлопают. То есть это их идея очень устраивает, заветьте. Подобных теорий было немного. В основном рациональные вопросы благоустройства площади и организации там комфортной и безопасной территории. Храм здесь у нас выстроен. Тут куча свободного места, которая ограждена сейчас строительным вот этим забором. А здесь вот тротуар, который вот так заставляет людей вилять. А здесь вот у нас парковка, которая выходит просто на дорогу и заставляет людей нарушать. Соответственно, я предлагаю территорию, на которой не находится никаких строений, храм или еще чего-то там. Как раз эти красные линии отодвинуть. Они для этого используются у нас в городе, чтобы, как вы сказали, территорию общего пользования показывать. Я не знаю, насколько у нас аренда этого участка предоставлена церкви. Вы сказали, срочно. Они строили это уже лет 9 как минимум, и он до сих пор не введен. Но, тем не менее, у нас есть острая потребность в том, чтобы здесь находился тротуар пешеходный. Аргументов за и против очень много. Однозначную оценку им дать сложно. И там всегда стояли старые автобусы, были грязь, лужа, кусты, собаки, которые нападали постоянно на людей, цыгане, шприцы от наркотиков и все тому подобное. Сейчас, сейчас эту территорию облагородили. О том, о чем я сейчас говорил, это от незнания. От незнания. То, что там будет 3 человека, священников, пребывать. Но им же надо и после службы привести себя в порядок, помолиться. А где хранится у них будет их одежда. Для этого будет создано, конечно, место, где обычно, как в Мерфелоне, все их одеяния, они должны в определенном месте быть. То есть, понимаете, это необходимость, которая, в общем-то, продиктована не нами, вот, сидящими, да, а это человеческими законами. Вот мне дай Бог, люди будут уходить куда-то на войну или провожать этот храм. Перед тем, как уйти и отправить своего ребёнка, значит, подойдут. И я даже, если тогда будет храм существовать, чтобы там благословили и сказали, давайте. А для чего это нужен дом, чтобы там всё время были священнослужители? И как мы будем голосовать против храма, что там берёза какая-то мешает? Мнения сильно разошлись, но при вынесении окончательного решения должны учесть все точки зрения. Предложения и замечания общественных обсуждений по данному вопросу будут внесены в протокол публичных слушаний. Заключения о результатах будут представлены на утверждение главе города Иваново. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.